Добрый день! В этом видеоролике мы покажем проектирование и использование бизнес-процессов в программе 1S ERP с помощью модуля SmartDesk. Откроем подсистему SmartDesk. Эта подсистема позволяет не только автоматизировать работу службы технической поддержки, но и автоматизировать практически любые бизнес-процессы предприятия. Бизнес-процессы создаются и редактируются в обычном пользовательском режиме без программирования. Проектирование процессов происходит в справочнике «Виды процессов». Экземпляры процессов порождают задачи сотрудникам и выполняют другие действия по маршруту бизнес-процесса. Перейдем к проектированию нового вида бизнес-процесса. Создадим новый элемент справочника. В данном ролике мы будем создавать несложный процесс. Назовем его «Согласование оплаты». В маршруте бизнес-процесса можно использовать точки различных видов. Для выдачи задач используется точка с типом «Действие». Первая точка уже есть в маршруте нашего процесса. Откроем ее. Мы видим, что можно настроить список исполнителей, установить текст задания и настроить прочие параметры. Установим наименование. Подготовка обоснования платежа. В качестве исполнителя этой точки действия выберем одного сотрудника – Белкину. Немного позже мы настроим эту точку действия. Сейчас же мы запишем и закроем точку. На закладке «Переменные» добавим новую переменную процесса «Обоснование платежа». Установим тип «Строка». Переменные нужны для передачи значений между точками маршрута. Кроме того, они могут быть заполнены при создании процесса вводом на основании из документов. Также добавим переменную для самого счета. Назовем переменную «Заказ поставщику». Укажем тип «Заказ поставщику» программы 1S ERP. Эта переменная будет содержать ссылку на типовой документ программы 1S ERP и использоваться далее в маршруте нашего процесса. Вернемся к точке «Подготовка обоснования платежа». Настроим форму задачи исполнителя. На закладке «Переменные» добавим переменную «Обоснование платежа» и сделаем ее обязательной к заполнению. На закладке «Параметры задач» настроим форму задачи. В поле «Настройка форм» выберем или создадим новую настройку, например, форма согласования. В этом варианте формы задачи исполнителя стандартная кнопка «Выполнение задачи» будет переименована в «Отправить на согласование». В бизнес-процессе после точки действия будет выполняться анализ суммы счета поставщика. Если она меньше 100 000, то процесс пойдет по одной ветве, если больше, то по другой. Добавим точку «Условие» и еще одну точку «Действие». Соединим точки нашего процесса между собой пока так. Далее в этом видеоролике мы расширим маршрут бизнес-процесса. Обратите внимание, настройка бизнес-процессов выполняется без программирования, в пользовательском режиме. Новую точку действия назовем «Согласование финдиректором». Исполнителем будет «Волков». В форму задачи выведем переменные. Заказ поставщику и текст обоснования. Сделаем их доступными только для просмотра. Согласование будет выполняться нажатием одной из кнопок в форме поступившей исполнителю задачи. Для этого на закладке «Исполнители» в поле «Требуемый результат» добавим настройку выбора результата кнопками. Создадим элемент «Утверждение кнопками» и укажем название кнопок «Счет утвержден» и «Отклонено». Теперь нужно настроить точку условия для определения того, какая кнопка была нажата. Откроем точку условия. Укажем название «Платеж утвержден». Укажем тип условия. Результаты исполнителей. Выберем точку действия «Согласование финдиректором». Проверим, что при нажатии «Насчет утвержден» маршрут пойдет к ветви «Да». Разместим в ветви «Да» еще одну точку действия. Назовем точку «Оплата поставщику». Назначим исполнителя гладилину. Форму задачи выведем переменные. Мы можем изменить название переменных при их выводе в форму. Например, вместо обоснования платежа можно написать информация для оплаты. Именно такая информация и будет выведена в форму задачи исполнителя. Посмотрим схему маршрута бизнес-процесса. Согласно этой схеме, задача на оплату поставщику будет сформирована, если счет в точке согласования был утвержден. Для большей наглядности раскрасим маршрут бизнес-процесса. Установим цвет линий «Да» зеленым. Линию «Нет» сделаем красной. Добавим пояснительные элементы. Например, напишем «Это пример простого согласования». Итак, в течение нескольких минут мы создали простой вид процесса. Давайте его запустим на выполнение. Мы можем создать новый бизнес-процесс вручную или ввести его на основании документа «Заказ поставщику». В подсистеме закупки программы 1С ERP откроем список типовых документов заказа поставщикам. Выберем нужный заказ поставщику. В меню «Процессы», расположенное в списке заказов, или в аналогичном меню в форме документа выберем пункт «Новый процесс». Выберем недавно созданный вид процесса «Согласование оплаты» для создания нового экземпляра бизнес-процесса. Обратите внимание, что при таком способе создания процесса ссылка на счет будет автоматически передана в подходящую переменную бизнес-процесса. Эта переменная будет отражаться в настроенных ранее формах задач. Давайте отправим созданный экземпляр процесса на выполнение. На схеме процесса мы видим, что он начал выполняться и находится в первой точке действия. Она выделена желтым цветом. Откроем сеанс программы от имени пользователя Белкина. В списке задач пользователя мы видим новую задачу на согласование заявки, а именно задачу «Подготовка обоснования платежа». Задачи также доступны в типовом разделе «Текущие дела» программы 1S ERP. Откроем задачу. В форме задачи мы видим поле для ввода обоснования платежа, но не видно ссылки на саму заявку. Видимо, на этапе проектирования мы не вывели ее в форму задачи. Ничего страшного. Вернемся к нашему виду процесса и добавим показ этой переменной процесса в форме задачи. В сеансе Белкиной еще раз откроем эту задачу. В форме задачи видно ссылку на наш документ «Заказ поставщику». Также есть поле для ввода для комментария к документу. Если мы попробуем выполнить задачу, то система не даст нам это сделать, так как при проектировании процесса мы отметили переменную «Обоснование платежа» как обязательную к заполнению. Заполним ее. Это счет по заявке на участие в ближайшей выставке. Попробуем выполнить задачу еще раз. Задача успешно выполнена. Вернемся в первый сеанс и посмотрим, как изменился наш бизнес-процесс. Мы видим, что маршрут бизнес-процесса прошел дальше и находится в точке согласования финдиректором. Давайте теперь откроем сеанс пользователя Волков, который должен согласовать оплату по заявке. В форме списка задач Волковы мы видим новую задачу от нашего бизнес-процесса на согласование платежа по заявке. Давайте согласуем или не согласуем документ. Открываем задачу. Мы видим переменные процессы в форме задачи. Ссылку на заявку и обоснование платежа. На этапе проектирования вида процесса мы указали, что в форме будет две кнопки. Счет утвержден и отклонено. Нажмем кнопку «Счет утвержден». Задача выполнена и маршрут пошел дальше. Вернемся в первый сеанс. Откроем список всех процессов. В бизнес-процессе, который мы создали на основе заявки поставщику, мы видим изменения. Теперь активная задача находится у бухгалтера. Откроем сеанс пользователя Гладилина. С поступившей ей задачи, оплаты поставщику, мы видим ссылку на счет и комментарии к нему. После оплаты счета в клиент-банке нажмем кнопку «Подтвердить выполнение». Посмотрим на наш бизнес-процесс. Мы видим, что он успешно выполнен. Можем посмотреть его статистику. В журнале выполнения записаны все происходившие действия с этим бизнес-процессом. Выдача задач, принятие решений и так далее. Мы также можем посмотреть статистику его выполнения. Теперь вернемся к проектированию бизнес-процессов и модифицируем вид нашего процесса согласования оплаты. Добавим пару точек обработки данных и еще одну точку условия. В модифицированном процессе будет выполняться проверка суммы счета, установка состояния документа и отправка уведомления при отклонении счета. Редактирование бизнес-процесса мы выполняем в пользовательском режиме, без какого-либо программирования. Настроим расположение элементов и выполним настройку схемы процесса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Откроем новую точку условия. Здесь мы будем проверять, больше ли суммы заявки 100 000 рублей. Укажем наименование. Сумма счета больше 100 000. Если сумма больше, то маршрут пойдет по ветви, в которой есть утверждение заявки финдиректором. Если меньше, то документ сразу будет отправлен на оплату. Укажем тип условия. Проверка значений переменных. Выберем переменную «Заказ поставщику». Мы будем проверять реквизит документа «Сумма документа». Наименование реквизита задается так, как оно определено в структуре метаданных документа. Запишем и закроем точку условия. Интересной особенностью продукта SmartDesk является возможность настройки оформления бизнес-процесса. Перейдем на закладку «Параметры процесса». Настроим экранную форму процесса. Создадим новый элемент настройки с названием «Согласование заявки». Назначим новые названия кнопок. Отправить заявку и закрыть. Отправить заявку. Переименуем схему процесса в схему согласования. Параметры процесса в параметры согласования. И выполним другие настройки. Перейдем к переменным процесса. Мы планировали, что наш процесс будет изменять документ программы 1S ERP, устанавливать его статус. Создадим переменную «Статус согласованного заказа». Для установки значений перечислений можно использовать строковые переменные. Значение переменной в таком случае должно быть равно нужному значению перечисления. Укажем значение «Согласовано». Мы не будем выносить эту переменную в какие-либо формы задач. Значение этой переменной будет сразу использоваться в точке изменения документа. Откроем точку обработки, которая находится в ветве после утверждения платежа. Укажем название «Установка статуса». Тип будет «Обмен с объектами». Объект для изменения находится в переменной «Заказ поставщику». В табличной части укажем переменную «Статус согласованного заказа». Направление передачи будет в «Объект». И укажем реквизит нашего документа. Реквизит называется «Статус». Реквизит объекта «Статус» — это название реквизита документа «Заказ поставщику», так как он задан в структуре метаданных. Запишем точку. Перейдем ко второй добавленной точке, которая находится в ветве отказа от согласования заявки. В этой точке мы будем отправлять уведомление инициатору. Укажем наименование «Уведомление инициатору». Тип обработки «Отправка сообщения». Получателями выберем «Исполнители точки действия», а точкой действия — «Подготовка обоснования платежа». То есть в этой точке обработки сообщения будут отправлены всем исполнителям задач точки «Подготовка обоснования платежа». Есть и другие варианты определения получателей. В том числе можно отправить сообщения произвольному списку пользователей. Тему и текст можно написать прямо здесь или выбрать один из шаблонов сообщений. Вы можете создавать любые шаблоны сообщений. Выберем ранее созданный шаблон «Заявка не согласована». Обратите внимание, в тексте можно использовать различные теги. При формировании сообщения вместо этих тегов будут подставлены текущие данные экземпляра процесса. Сохраним настройки точки отправки сообщений. Одной из важных особенностей продукта SmartDesk является возможность из одного процесса вызывать другие процессы. Например, в нужной ветке процесса можно поставить точку создания подпроцесса. Добавим такую точку в ветвь после оплаты поставщику. Укажем, какой подпроцесс будет создаваться при прохождении этой точки. Для демонстрации возможностей выберем, например, простой бизнес-процесс «Поручение сотрудникам». Напишем название «Отправить уведомление контрагенту». Мы можем указать, будет ли процесс ждать окончания подпроцесса или сразу пойдет дальше. Также можно выбрать, как будут передаваться в подпроцесс переменные вышестоящего процесса и будут ли возвращаться данные из подпроцесса. С помощью механизма подпроцессов можно строить сложные иерархические процессы. Когда один из процессов, например, согласование договора в определенных точках, может создавать другие, не менее сложные подпроцессы, например, обработка в юридическом департаменте или регистрация в секретариате. Механизм подпроцессов можно использовать и при автоматизации службы технической поддержки. Подробный видеоролик об автоматизации службы технической поддержки можно посмотреть на нашем веб-сайте. Наш вид бизнес-процесса согласования оплаты готов. Кстати, кроме точек условий можно использовать и точки множественного выбора. В нашем бизнес-процессе они не используются, но ознакомиться с ними можно в процессе оплаты счета. В точке выбора, в отличие от точки условия, можно сделать множество, три и более, вариантов маршрутизации в зависимости от значения переменной. Давайте теперь проверим, как работает модифицированный нами вид процесса согласования оплаты. Перейдем в типовую подсистему закупки программы 1S ERP и выберем заказ поставщику с суммой более 100 000 рублей. В меню процесса создадим новый бизнес-процесс. Выберем вид процесса согласование оплаты. Мы видим, что в форме экземпляра процесса название кнопок и элементов соответствует тем, которые мы настроили при проектировании вида процесса. Например, вместо схемы процесса мы видим закладку «Схема согласования». Вместо закладки «Параметры процесса» мы видим закладку «Параметры согласования». Названия кнопок также изменены. Нажмем кнопку «Отправить заявку». Мы видим, что процесс начал свое выполнение и находится в точке «Подготовка обоснования». Откроем сеанс пользователя Белкина и выполним задачу. Укажем текст обоснования «Закупка для нового филиала». Вернемся к схеме выполнения нашего бизнес-процесса. Мы видим, что пройдена точка условия, и так как сумма заказа покупателя была больше 100 000 рублей, то процесс пошел по ветви к согласованию финансовым директорам. В сеансе пользователя Волков выполним задачу, согласовав оплату. Вернемся в основной сеанс и посмотрим на наш бизнес-процесс. Мы видим, что сейчас уже выполнена точка обработки данных, точка, в которой должен был измениться статус документа. В подсистеме закупки откроем заявку поставщику. Видно, что статус заказа стал согласован, то есть наш бизнес-процесс успешно изменил документ. Выполним оплату счета пользователям Гладилина. В основном сеансе программы в списке «Все процессы» мы видим, что процесс остановился на точке подпроцесса «Сообщите контрагенту». Также видно, модуль SmartDesk создал новый бизнес-процесс «Поручение сотрудникам». Этот подпроцесс уже сам выдает свои задачи и контролирует их выполнение. После завершения этого подпроцесса наш основной процесс тоже будет завершен. Давайте теперь попробуем выполнить процесс согласования оплаты со счетом на сумму меньше 100 000 рублей. По системе закупки создадим бизнес-процесс с документом на сумму меньше 100 000. Создаем процесс согласования оплаты. Отправляем на исполнение. Перейдем в сеанс пользователя Белкина. Поступившей задачей она пишет об основании «Необходима закупка столов в офис номер 15». Выполним задачу. В схеме маршрут процесса мы видим, что после точки проверки суммы процесс пошел сразу по ветве выполнения оплаты, установив при этом новый статус. Ветвь согласования финдиректором не была выполнена, так как сумма счета по условию в данном случае меньше 100 000 рублей. Таким образом, мы посмотрели, как работает точка условия, которая анализирует данные документа. Далее выполнение процесса ничем не отличается от предыдущего. Задача для оплаты уже создана. После ее выполнения процесс перейдет к точке выдачи подпроцесса и сформирует новый подчиненный процесс для работы с контрагентом. После его завершения этот бизнес-процесс будет завершен. В этом видеоролике нам осталось ознакомиться с выдачей уведомлений. Давайте посмотрим, как была настроена точка выдачи уведомлений в нашем виде процесса. Мы видим, что отправка уведомления будет осуществляться исполнителю, который подготовил обоснование платежа. Текст будет формироваться по шаблону «Заявка не согласована». В тексте используется ряд тегов для автоматического заполнения данными бизнес-процесса. В модуле SmartDesk достаточно много разных тегов для формирования сообщений. Создадим еще один бизнес-процесс для документа «Заказ поставщику». Перейдем в «Закупки», «Заказы поставщикам». Выберем документ с суммой больше 100 000. Создадим наш новый бизнес-процесс «Согласование оплаты». Отправим его на исполнение. Белкинов в поступившей задаче пишет об основании платежа «Закупка для склада номер 5». Так как сумма заказа поставщику больше 100 000 рублей, то бизнес-процесс выдал задачу финдиректору на согласование оплаты. Предположим, что финансовый директор не стал согласовывать закупку для склада номер 5. Он нажимает кнопку «Отклонено». Вернемся к бизнес-процессу. Мы видим, что точка выдачи уведомления после отклонения заказа успешно пройдена. Бизнес-процесс завершен. Посмотрим, пришло ли уведомление сотруднику. Откроем почтовый клиент и посмотрим входящие письма. Да, уведомление пришло. Обратите внимание, теги в настройке письма были заменены на данные бизнес-процесса. Все рассмотренные нами возможности по автоматизации бизнес-процессов в программе 1S ERP производятся в пользовательском режиме, без программирования. Вы можете создавать бизнес-процессы для автоматизации любой сферы деятельности вашего предприятия. Например, прием сотрудников на работу, оприходование товаров, работа по скриптам в отделе продаж, подготовка договоров с контрагентами, согласование бюджетов, производственные и складские операции и многое-многое другое. Автоматизация бизнес-процессов вашего предприятия с помощью модуля SmartDesk может быть выполнена быстро и эффективно. Ознакомиться с демонстрационной версией модуля SmartDesk, интегрированного в программу 1S ERP, можно на нашем веб-сайте. На сайте также можно скачать руководство пользователя и другие материалы. Спасибо за внимание.